Новое видео выходит каждый день в 20.00 Когда вы зашли на этот ролик, у вас, наверное, появился такой, знаете ли, вполне закономерный вопрос А почему никому не нужный на барона гейм-короноса выходит именно сейчас? Типа, а почему он не вышел там первым выпуском? Или ладно уж там первым выпуском? Почему он не вышел вторым выпуском, третьим, четвертым, пятым, десятым и так далее? Хотя как раз-таки десятым, по-моему, он и выходит Это, насколько я понимаю, ну или, возможно, я ошибаюсь, это десятый юбилейный выпуск никому не нужный И идёт он на барона гейм-короноса, потому что барон гейм-коронос это яркий пример никому не нужного человека В сфере GTA Самп Ютуба абсолютно точно То есть ранее он был кому-то нужен, его летсплеи собирали достаточно большое количество просмотров А сейчас он перестал быть кому-то нужным Так вот, возвращаясь к вопросу, который был ранее, почему я как-то раньше не сделал ролик про барона гейм-короноса Всё дело в том, что у меня уже было несколько роликов про вот этого вот самого барона И знаете ли, в чём дело? Я почему-то подозревал, я до сегодняшнего дня думал, что у меня никому не нужный на барону уже был Однако, просмотрев весь свой канал, там, вбивая какие-то ключевые слова в поиск по моему каналу, по роликам моего канала Я ничего подобного не нашёл Возможно, ранее такой ролик у меня был, но потом я типа его там, знаете ли, удалил Там, я не знаю, переименовал, ещё с ним что-то сделал Однако, ничего подобного я найти не смог И я понятия не имею до сих пор, как строится у меня ролик по типу никому не нужного Потому что, ну, это какое-то полное говнище, если говорить откровенно То есть, ну, в самом деле, я тут просто сижу, придумываю какую-то хуйню, рассказываю там какие-то вещи А вы такие типа, ебать, классный видеоролик, мне прям вот он очень сильно нравится Спасибо большое за то, что рассказываешь о таких вещах Реально, лайк, подписка, колокольчик, вот, и так далее Кнопка, так сказать, из-за серы превращается в красную Я, то есть, отписываюсь нахуй, как говорится И всё-всё-всё-всё-всё прочее О чём вы только можете подумать, вот И, там, обсудить, и подумать о чём-то там ещё Прочем, однако, ладно, давайте немного углубимся в историю всего вот этого вот самого становления Обороны геймкороноса, как GTA-самп-ютубера И почему сейчас его постигла вот эта вот самая участь Вот такого, знаете ли, никому не нужного GTA-самп-ютубера Или что-то наподобие того Потому что уже даже Андрюха Киевский сделал там несколько роликов По типу того, что Барона жалко, там, Барон как так Там, Барон, блин, вроде классный был чел И сейчас его там рофлят, троллят Там, кибербуллинг на него происходит Вот эта вот вся хуйня, там, и так далее А Барон на самом деле ничего не делает Просто, понимаете ли, в чём дело Барон, если быть вот прям откровенным Если быть объективным, он тупой Ну разве умный человек, он по своей воле в армию пойдёт? Мне кажется, умный человек, он до последнего будет отнекиваться Он откусит ухо военкому Лишь бы не идти в этот самый военкомат Он сделает всё, что угодно Там, отлежит в психушке две недели Лишь бы вот туда, понимаете ли, не идти Однако Барон, он сложил ручки Он сдался, он такой, типа, ну ладно, отслужу за 20 тысяч рублей Так сказать, годик Это же не два, это же не три Это же, в принципе, всё такое И поэтому всё будет нормально Так вот, давайте вернёмся ко всей истории Барон Гейм Коронас начал свою деятельность В году это к 2012-м или 2013-м Это не имеет особого значения И его видеоролики имели такой характер Характер летсплеев Это, наверное, один из самых первых летсплейщиков По сампу на GTA Samp YouTube То есть вот прям такой человек, который нажал там одну кнопочку Чё-то поговорил, чё-то рассказал там И, в общем-то, выложил это на YouTube Это в то время называлось летсплей Это и сейчас называется летсплей Летсплейщики в то время были одними из самых популярных людей во всём YouTube Одними из самых богатых людей во всём YouTube Я бы хотел, чтобы сейчас было точно так же Однако, к сожалению, на смену каким-то летсплейщикам пришли полнейшие хуесосы Которые делают там какие-то вайны Вот эти вот челленджи Вот эту вот всю хуйню У нас, понимаете, у нас даже The Brain Maps Популярен среди вот какой-то женской аудитории И всех прочих людей Мне бы такого не хотелось Мне бы хотелось, чтобы сейчас Барон был одним из самых популярных летсплейщиков Хотя, вы знаете, на смену Барону пришёл Барон 2.0 Это Делорензи То есть это те же самые летсплеи Просто с хромакем Абсолютно неинтересно Абсолютно постановочно Абсолютно для детей Я не знаю, кто может что-то подобное смотреть Потому что это абсолютно несмотребельно Лично для меня Первые несколько раз Возможно, да, Делорензи был неплох Снимал там что-то более-менее такое прикольное Можно было посмотреть Можно было залипнуть Но потом это всё скатилось в галимую постанову И сам Делорензи стал каким-то не таким Каким он был В своих первых видеороликах Стал каким-то таким, знаете Ну, мерзким Мерзким Если в первых роликах он был такой открытый Типа хай, там класс Всё круто, всё классно То в своих последующих видеороликах Всё становилось только хуже и хуже И сейчас мы доросли до того Что Делорензи Это уже у нас рэпер Которого подписали вот эти вот самые Панчи де рифмы Вот он сейчас там артист Музыкант вот и все прочие люди Так вот Почему же барон По состоянию на 2019 год Стал абсолютно точно никому не нужен Это вы сможете понять Перейдя на его канал Посмотря что он сейчас снимает Дело в том, что его контент С 2012 года по 2019 Он абсолютно никак не изменился То есть Что в 2012 году Были какие-то однотонные Однотипные летсплеи И что в 2019 году Всё осталось точно таким же То есть сейчас разумеется Летсплеи на ютубе Никто смотреть не будет Тем более летсплеи по сампу Когда казалось бы Что всё уже изучено Всё уже как-то более-менее Понятно абсолютно всем людям Новые люди в GTA Самп не приходят Старые люди Разумеется Летсплеи Которые там Переснимали все По несколько раз Смотреть не будут И вот в этом вот Заключается вся проблема Барона геймкороноса На 2019 год Да вы знаете Не только в этом Также он несколько раз Потерял лояльность аудитории Бегая по серверам После того как он Знаете ли Захотел чего-то нового Знаем вот На сам PRP Ему платили 20 тысяч рублей в месяц Это Среднестатистическая зарплата И Работать за неё Снимать какие-то Вот эти вот знаете Свои летсплеи Там на тысячу Ну максимум на две тысячи Просмотров За 20 тысяч рублей в месяц Это была мечта И он эту самую мечту Променял на какой-то там Всего лишь адванс Ролеплей Для чего Зачем Кто его просил Вся аудитория у него На сам PRP Все люди Смотрят его На сам PRP Более-менее стабильное Просмотр у него На сам PRP Но он захотел Чего-то нового И перешёл на адванс Попутно поругавшись Там с менеджерами Со всеми прочими людьми И разумеется Назад его Брать никто не захотел С адванса По причине того Что промокодов Было достаточно мало Его выгнали Он пошёл на Redmi Roleplay На Redmi Roleplay Произошла та же самая ситуация Он пошёл на Arizona Roleplay Куда берут Вот таких Знаете ли Разнообразного рода Инвалидов То есть берут Прямо под своё крыло Говорят Братик Братанчик Не уходи с GTA Самп Ютуба Не иди на завод Вот тебе наше Тёплое крыло Всё Ты можешь нормально Начать снимать Какие-то видеоролики Можешь Там делать Всю прочую Вот эту вот Свою работу Однотонну Только 20 тысяч рублей Мы тебе Теперь платить За это не будем То есть Baron Game Chronos Он примерно получал Наверное Столько же Сколько я Я если что Получаю полнейшие Копейки Но для моих Просмотров Которые есть На данный момент Это Более-менее Как-то Это отлично Для тех просмотров Которые я имею На данный момент Они в принципе Не оплачиваются На основном канале Ни один проект Не будет их оплачивать Однако Arizona мне их оплачивает Спасибо им за это большое Я вот За это им Благодарен И вы знаете Барон Не так давно Перешел С Arizona Ролеплей На который его Пригрели На который все было Как-то более-менее нормально За исключением того Что просмотры у него Начали скатываться Потому что На Аризоне Большая конкуренция И вынести ее Достаточно сложно Потому что Ну знаете ли В чем дело Когда Очень много людей Снимают один и тот же контент Соответственно Один человек Снял про то-то обновление Другой человек Снял про то обновление Соответственно Ты там Десятым Пятнадцатым человеком Снимаешь про это же самое обновление Говорят слова Которые уже несколько раз Проговорили другие люди Вместо тебя И разумеется Тебя никто уже смотреть не будет Потому что До тебя все это уже посмотрели Все это уже было Понятно И непонятно вообще Зачем смотреть тебя Соответственно Просмотры у Барона Катились в пизду В пизду В пизду В пизду И вот он Прилетел на самое дно То есть В анал Ладно Это Странная аналогия Немного Я если что Извиняюсь за Вот эти вот Странные аналоги Какие блять аналоги Че Кто Где Блять Ладно Аналоги Это вообще Немного Другое слово Так вот После того Как просмотры у него Скатились до ужасающих отметок На резоно Ролеплей По вполне понятным причинам Он решил вернуться На сам ПрП Но уже разумеется Не за 20 тысяч В месяц А за значительно Меньшую сумму И его Прямо скажем Взяли туда со скрипом Он об этом Сам неоднократно Сказал Неоднократно Говорил И типа Ну А ну и понятно Как бы разругался С бывшим Пиар менеджером И сейчас он такой Типа приходит Такой О Я барон Гейм Коронос Я снимаю Летсплей в GTA Сампе в 2018 2019 году Блин Классно Пожалуйста То есть Платите мне деньги Там оплачивайте Все прочее Делайте секс Вместе со мной Со всеми прочими людьми Разумеется Барона Жалко В какой-то степени Однако он сам Виноват Вследствие того Что с ним случилось Понимаете Или снимать Одни и те же Летсплей С одним и тем же Монотонным голосом Ну как бы это Никто смотреть не будет И ему повезло Что его смотрит Хотя бы кто-то Хотя бы кто-то Смотрел вот эти вот Его летсплей Однако Людям Им почему-то Всегда вот мало Казалось бы Они на идеальном месте 20 тысяч рублей в месяц Практически За то что он Ничего не делает Это идеально Но вот Барону было Видимо этого недостаточно И он перешел На адванс роли плей Ну а дальше Я вам историю Уже всю эту Рассказал Всем спасибо За просмотр данного Видеоролика Не переходите На адванс роли плей С сам прп Всем пока С сам прп 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 С сам прп